В нашей стране уровень коррупции признан одним из самых высоких в мире. И если в 2015 году бывший глава областной администрации Саакашвили говорил, что новую коррупцию в стране крышуют какие-то верхи аккуратно, то к концу 2016 года уже есть поименно кто, и к сожалению, это действительно буквально верхи, поименно. И в 2017 нас ждут, видимо, расследования и, не дай бог, судебные приговоры в отношении этих людей. Второе. Это же в нашей стране потрясающе сокращается реальный сектор. Ну, возможно, окромя оборонно-промышленного комплекса. И миграция, которая, кстати, сейчас на слуху на всех круглых столах и в Украине, и вовне, буквально коснулась уже нового поколения украинцев. Это называют наши ученые новой миграционной волной. Я не хочу спекулировать на проблеме социальной, потому что это очевидно. Но я говорю о том, что вот такую Украину сейчас видят и в Европе. Вот когда люди спорят о рае, то проблема этого спора в том, что ни сторонник, ни противник рая не имеет возможности проверить это в своей собственной жизни. Так и мы, к сожалению, не имеем возможности проверить все эти споры о европейском идеале в своей жизни. И вовсе не потому, что Евросоюз, по поводу которого мы строим планы, подписываем соглашения, желает или не желает включить Украину. У Евросоюза сейчас проблемы, которые связаны вообще с пересмотром будущего евроинтеграции. Не до Украины. И по большому счету Евросоюз даже пользуется украинской картой. Ну если уж на то пошло. Я почему связал вопросы коррупции с вопросами евроинтеграции? Потому что на сегодняшний день, к сожалению, Украина подтвердила, что она не только не является страной, ориентированной на Европу, но она лжива в своей евроинтеграционной риторике. Именно потому, что коррупция, именно потому, что реформы имитационные. Я не хочу говорить о скандалах, я говорю о практических результатах. Не меряют практические результаты. И завершая. Нужна рамка. Вот коллега поднял этот вопрос, а я хотел бы тоже, наверное, на него обратить внимание. Мы вошли уже в период глобального капитализма договоров. Да, очень много было разговоров о Трампе. Но Трамп это просто символ, на самом деле, прагматизации отношений в условиях, когда мировой рынок скукоживается. Мир переживает сейчас большой кризис, например, перевозок, что свидетельствует о сворачивании производств в ведущих центрах. Сворачивает свои производства в крупное ТНК, ориентируясь на свои государства. Вообще запрос на правительство национального прагматизма, очень жесткого, договорняк, грубо говоря. И в этой ситуации каждая страна действительно ищет для себя наиболее, ну, такую, прагматичную перспективу. А в нашем случае, наши разговоры, например, молельный дом. То есть, кто больше патриот, кто больше верит в ценности, не нужно верить. Это очень практическое, это мерило отношения. Я хочу завершить следующим. В 2017 году, с точки зрения моего прогноза, будут продолжены санкции. По той простой причине, что санкции в отношении России, это большая конкурентная борьба. Это проблема России и Запада. А мы всего лишь как повод. И вопрос социальный будет решаться во Франции, Германии и Бельгии в отношении фермеров другим путем. В отношении Украины. Не будет Украина приглашаться в Евросоюз. Ни в 2017, ни в 2020, ни в 2025. По той простой причине, что страны Евросоюза будут решать проблему первое. Целостность и стабильность в ближайшие 2-3 года. С возможным пересмотром формата интеграции. А это, извините, круг избранных. И далеко не все члены Евросоюза избранному кругу. И самое главное, от Украины будут требовать более последовательного, более четкого реализации демократических и экономических реформ. Наверное, с другой властью. Потому что эту власть, я этим хочу завершить, наверное, будут судить.